Очень трудно спорить с зеркалом. Статья во взгляде за 2 июля 2020 года. Ирина Алкснис. Знаете, что самое, пожалуй, интересное в прошедшем голосовании? То, что его результаты практически не ставятся под сомнение. Но за исключением совсем уж отмороженных персонажей, причем попытки раскрутить эту тему вызывают даже не возмущение и протесты, а просто смех. Государство и лично Путина в связи со всей кампанией с поправками в Конституцию в чем только не обвиняют. Но тема фальсификации народного волеизъявления на этот раз глубоко маргинальна. Причина проста, и она отражает по-настоящему важные подвижки, происшедшие в отечественной избирательной системе в последние годы. Ведь было же видно, что в федеральной власти чрезвычайно важно это голосование, но одновременно на любые попытки использования на местах административного ресурса для обеспечения высокой явки и правильного голосования или на вскрывшиеся нарушения следовал грозный окрик из ЦИК, а то и из-за еще большей высокой инстанции. Потому что государству и лично Путину тоже нужно было, чтобы голосование отразило реальную волю российского общества. В принципе, это стало уже привычным. Скандалов из-за нарушений, фальсификации или использования админресурса на российских выборах с каждым годом все меньше, а в отношении все-таки возникающих случаев ЦИК действует жестко. В нашу жизнь в очередной раз почти незаметно вошло серьезнейшее изменение. Выборы в России впрямь стали честнее, а доверие к ним заметно возросло. Данные нынешнего голосования в этом смысле говорят сами за себя. В Мурманской области явка составила всего 36%. В Якутии за поправки проголосовали только 58% избирателей. А в Ненецком автономном округе вверх и вовсе взяли противники изменений почти 54% проголосовали против. Как, кстати, и в Богучанском районе Красноярского края, где против нововведений высказались аж 57% пришедших на избирательные участки. Если же покопаться в цифрах, найдутся еще десятки других неудобных для власти показателей, которые тем не менее спокойно вошли в итоговые результаты голосования. И небо не упало на землю. Конечно, есть ТВА с 90% явкой и 96% поддержкой поправок. Есть Республики Северного Кавказа со своими обычными показателями. Но даже там не приходится говорить об административном давлении в обычном понимании. Это скорее отражение сохраняющегося в этих регионах традиционного уклада со всеми его особенностями. А есть еще социальные сети, где сторонники изменений в основной закон все последние недели открыто заявляли о своей позиции. Это, кстати, еще один новый, но крайне значимый феномен общественно-политической жизни России. Наши люди перестали стесняться громко выражать свою поддержку власти и ее политике. Не по разнарядке сверху, а совершенно искренне и по собственной инициативе. Это, в свою очередь, выбило из рук противников власти традиционный мощнейший аргумент. Никто, кроме виртуальных ольгинских ботов, не заявляет о своей поддержке Кремля, а значит, все цифры в свою пользу он берет с потолка. Что ж, на этот раз не было никаких трудностей обнаружить среди абсолютно реальных людей активную и массовую поддержку поправок. Дело дошло до того, что некоторые наиболее чувствительные представители оппозиции оказались на грани нервного срыва, осознав, насколько много их сограждан намерены прийти и проголосовать за изменения в Конституцию. Именно поэтому тема обвинений в подтасовках и фальсификациях звучит тихо и крайне неубедительно. Все минимально вменяемые люди, даже если им сильно не нравится происходящее, и они лично не любят российскую власть, отдают себе отчет, что полученные в ходе голосования цифры отражают истинное положение дел в стране. В вопросе поправок в Конституцию за государством на самом деле стоит три четверти активных избирателей России. Отрезвое осознание и принятие этой объективной реальности всем политическим силам страны и стоит отталкиваться. Ирина Алкснес. Очень трудно спорить с зеркалом.